сегодня ходил на рынок и узнал что бывают три типа рынков для вас не для вас надо мерить а как измерить и оценить подойдет ли вам тот или иной рынок разберем в этом видео зачем стартапу оценивать объем рынка еще шестнадцатом веке шекспир в своей знаменитой трагедии ромео джильета верно подметил чем лучше цель тем целимся мы меньше именно поэтому главная цель оценки рынка понять на ранней стадии развития компании сколько денег можно заработать на том или ином рынке из данной цели вытекают другие не менее важные задачи которые стоят на пути развития каждого стартапа оценить возможность достижения финансовых целей показать цифры потенциал вашего стартапа разработать стратегию развития компании что такое рынок стартапа рынок стартапа это совокупность денег которые потребители тратят или готовы потратить на удовлетворение своих потребностей оценку рынка обычно делят на четыре вида вам potential и вейл был макет потенциальный объем рынка это сумма всех трат потенциальных клиентов в мировом масштабе которые могут иметь потребность относительно вашего продукта например если оценивать рынок пам для компании кока-кола то это все траты жителей земли в течение года которые покупают напитки для удовлетворения жажды там total addressable market объем целевого рынка это траты клиентов которым интересен ваш вид продукта включая тех кто не может позволить себе соответствующую покупку например если оценивать рынок там для компании кока-кола то это деньги клиентов которые тратятся для удовлетворения жажды именно газировкой из всех существующих напитков там является частью пам сам все вейбл макет доступный объем обслуживаемого рынка или годовой объем денежных средств которые уже тратятся на пользование вашим продуктом и продуктов конкурентов так в случае кока-кола это деньги покупателей которые уже тратятся на покупку газировки у кока-колы и других компаний этого ценового уровня пепсика и других рынок сам является частью рынка там сом все высыпал и на пейбл макет реально достижимый объем рынка или другими словами это доля рынка вашего стартапа это траты тех клиентов которые уже пользуются вашим продуктом плюс траты тех клиентов которых вы планируете привлечь ближайшее время в случае с компанией кока-кола рынок сом включая тех клиентов которые уже пьют газировку кока-кола и тех кого планирует привлечь компания в ближайшее время исходя из своих планов и возможностей. Для понимания давайте опишем рынки на примере стартапа LennyBot. LennyBot — это чат-бот для изучения английского языка в мессенджере Telegram. Так, рынок PAM у данного стартапа — сумма денег, которую тратят люди на изучение иностранных языков в мире. Там количество денег, которое тратит непосредственно целевая аудитория стартапа, то есть люди, изучающие английский язык в России всеми возможными способами — с помощью онлайн и офлайн обучения. SOM — сумма трат пользователей, которые уже изучают язык с помощью конкурентов на рынке и стартапа LennyBot. SOM — количество денег, которое тратят люди, уже изучающие английский язык, с помощью LennyBot и те, кого планирует привлечь компания в ближайшее время. Кто должен оценивать объем рынка и когда это необходимо? Во-первых, стартапы на ранних стадиях. Вполне возможно, что в процессе оценки рынка вы придете к выводу, что прибыль в данном направлении маловероятна, и смысла продолжать дальнейшее развитие стартапа нет. Тем самым вы экономите огромное количество времени и денег. Во-вторых, это компании, которые хотят развиваться и наращивать свое влияние на рынки для разработки планов и обоснования стоимости компании для инвесторов. Где брать информацию для оценки объема рынка? PAM и TAM — обзоры рынков, экспертные оценки в СМИ, данные Росстата. Возможно, подойдут источники аналитических агентств — Гартнер и Фростен Салливан. Или рейтинговое агентство — Standard & Poor's, Moody's, Fitch Ratings. Если вам необходимо исследовать спрос в интернете, то воспользуйтесь сервисом Google AdWords или сервисом Яндекса Яндекс.Вордстат, позволяющий оценивать спрос в зависимости от региона. Информацию по рынку SOM можно найти в открытых отчетах на сайтах конкурентов, а также в обзорах рынков авторитетных аналитических порталов, например, таких как Bloomberg или РБК. Чтобы определить SOM, нужно провести собственные маркетинговые исследования, основанные на показателях и прогнозах деятельности вашей компании. Как оценивать объем рынка? Для того, чтобы произвести оценку объема рынка для вашего стартапа, необходимо оценить рынки PAM, TAM, SAM и SOM. Разберем расчет каждого рынка на примере стартапа LennyBot. Первое — оценка рынка PAM. Итак, определим ту сумму денег, которую люди тратят в год на изучение иностранных языков в мире. Для этого умножим среднюю сумму чека на рынке на количество людей, изучающих иностранный язык в мире. 120 долларов умножим на 1 миллиард 650 миллионов человек и получим 198 миллиардов долларов. Следовательно, 198 миллиардов долларов — это та сумма денег, которую тратят люди, изучающие иностранные языки в мире. Второе — оценка рынка PAM. Здесь определяем количество денег, которые тратят люди, изучающие английский язык в России всеми возможными способами. По аналогии с оценкой рынка PAM умножаем средний чек на количество людей, изучающих английский язык в России. 3000 рублей умножаем на 7,9 миллионов человек. Получаем 23 миллиарда 800 миллионов рублей. То есть это та сумма денег, которую тратят люди, изучающие английский язык в России. Оценка рынка PAM. Для расчета рынка PAM необходимо суммировать собственную выручку с выручкой конкурентов. 133 миллиона Lingua Leo, 720 миллионов Skyeng, 90 миллионов EnglishDom, 120 миллионов Puzzle English, 30 миллионов Edwin AI, 2,5 миллиона LennyBot. Получаем 1,1 миллиарда рублей. Таким образом, это та часть дохода, которая уже занята на рынке конкурентами и стартапом LennyBot. Четвертое. Оценка рынка SOM. На этом уровне оценки рынка рассчитаем сумму денег, которую тратят люди, изучающие английский язык с помощью LennyBot. И ту сумму, которую принесут пользователи, привлеченные стартапом в ближайшее время. Здесь необходимо самостоятельно спрогнозировать количество будущих клиентов, опираясь на свои производственные мощности и ресурсы. Так, у LennyBot на данный момент насчитывается 150 тысяч пользователей и планируется в ближайший год привлечь 650 тысяч. Таким образом, 800 тысяч клиентов – та доля рынка, которая хочет занять стартап LennyBot в ближайший год. Для оценки рынка SOM умножаем средний чек стартапа на рассчитанное количество клиентов. 649 рублей умножаем на 800 тысяч пользователей. Получаем 543 миллиона рублей. Так, 543 миллиона рублей – это та сумма, которую LennyBot в силах заработать в ближайший год. Сколько вы сможете заработать на этом рынке? На основе полученных результатов вы можете сделать вывод, сколько можно заработать на данном рынке и есть ли смысл продолжать развитие своего стартапа. Также, на основе полученных расчетов, вы сможете спрогнозировать количество продаж и разработать стратегию развития компании на рынке. Типичные ошибки при оценке рынка. Первое. Не выделять целевой сегмент рынка. Перед оценкой рынка важно определить, кто ваша целевая аудитория и ее особенности. В противном случае вы рискуете переоценить размер рынка, включая в свои расчеты тех клиентов, которым неинтересен ваш продукт. Например, у LennyBot на этапе оценки рынка там важно было определить, какому количеству людей в России интересно изучать не просто иностранные языки, а именно английский язык. Второе. Отталкиваться только от данных конкурентов. Конкуренты обычно преувеличивают рынок в публичном поле, поскольку эта информация используется в рекламных целях или для привлечения внимания инвесторов. Третье. Привлечение объемов рынка, не учитывая бизнес-модель компании. Например, наш стартап – это агрегатор товаров и услуг и зарабатывает на комиссии. Объем рынка для нас – это не стоимость всех товаров, а только общая сумма комиссий с продажи. Например, если стартап – агрегатор такси, то рынок – это не стоимость всех перевозок, а только отчисление таксистов агрегаторам и таксопаркам. Четвертое. Использовать часть данных, полученных с другого рынка, для оценки вашего. Например, рынки США и России совершенно разные. Отличия не только в их размере, но и в клиентских сегментах, способах потребления, уровня цен, соотношении спроса и предложения. Если вы используете средний чек аналогов с рынка США для оценки рынка вашего продукта в России, то это может привести к неверной оценке. Оценивать рынок с помощью сомнительных источников. Выбирайте только авторитетные официальные данные, чтобы ваша оценка отражала реальность, а не чью-то фантазию. Любой инвестор обязательно спросит, откуда вы взяли данные. Да и речь идет все же о вашем бизнесе и ваших планах. Задание. Что такое рынок для стартапа? Место скопления большого количества людей. Совокупность потребителей и суммы денег, которые потребители тратят. Место, где люди продают и покупают старые или просто непригодившиеся вещи. Кто должен оценивать рынки? Стартапы на ранних стадиях. Ваш наставник. Все компании, заинтересованные в росте. Инвестор сам должен оценить ваш рынок. Какие параметры необходимо исследовать для оценки рынка? Пам, там, сам, сом. Пим, тим, сим, мом. Рам, вам, сам, нам. Откуда вы будете брать информацию для оценки рынка? Обзоры рынков аналитических агентств. Сайты из поисковой выдачи Яндекс и Гугл. Росстат. Проведете опрос среди друзей и родственников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова